Друзья, привет! Давайте я расскажу про объем террариума для улиток. Улитка классически по природе своей живет в грунте, в тропическом лесу, в субтропическом. Там она живет в почве, вместе с червячками, с личинками насекомых, со всеми почвенными обитателями. То есть почва – это ее дом. Но не только. Из почвы она выбирается на поверхность, и там листовая подстилка. Это кора, ветки, листья, лесной опад, листовой перегной. То есть идут сначала свежие опавшие листья, куски коры и ветви, потом полуперепревшие, перегнившие, более перегнившие, дальше, дальше. И уже это образует перегной, и дальше перемешивается с минеральным компонентом, песком и глиной. И это уже, можем считать, что образовалась почва. То есть почвенный слой. Дальше все. Дальше уже грунтовые воды, туда улитка не ходит. То есть вот почва, перегной, листья, ветви – это ее среда обитания. И иногда улитка забирается на живые растения, на кору и ветви, лазает по ветвям. Это тоже ее среда обитания, тоже важная часть. Вот это тот объем, который улитка занимает. То есть глубина почвогрунта, на которую она забуривается, и высота, на которую улитка забирается. Это, скажем так, компонент объема. И другой компонент – это площадь, которую улитка занимает. То есть вот это, помноженное на это, то есть площадь, умноженная на высоту. Это будет тот объем, в котором улитка существует. По воздуху улитка не летает. Ни у кого из вас это не вызывает сомнений. То есть, если улитке дан некий объем, будь то террариум, ну, это в любом случае террариум, ну, будь это стеклянное или пластиковое вместилище, неважно. Если дан объем не заполненный ничем, заполненный воздухом, улитка этот объем не вырабатывает, не использует. Думать, что ей нужен такой пустой объем, ну, это означает ее немножко очеловечивать. Потому что вот мы живем в квартире, в просторной квартире. Мы очень хотим, чтобы у нас был метраж побольше, да. Если человек живет на 6 метрах, да, в общежитии, он считает, что условия плоховаты. И высота потолков тоже. Мы хотим, чтобы была не 2 метра, там, 30 сантиметров, а чтобы была, там, 2,50, 2,70. У кого-то и 4 метра, у кого-то и 5. Есть такие дома на Васильевском острове. То есть человеку хочется ручками помахать, вдохнуть полной грудью, как-то вот почувствовать простор. Вот. Ну, в то же время мы хотим, чтобы у нас была какая-то мебель, может быть, какие-то украшательства, какие-то тряпочки, занавесочки. Вот. А если, допустим, с птицей сравнить, птице нужно много простора, небо, высота. Так вот, в этом смысле человек где-то посередке, между птицей и улиткой. То есть нам нужна и мебель, тряпочки, и украшательства. И в то же время мы хотим простор. Птице нужен простор. Ну, не будем говорить про ее гнездо. Я тут немножко метафорически, наверное, да, что вот ей полет нужен и все такое. Да, в гнездышко она тоже забирается в какой-то момент. Так вот, улитка, если взять птица, человек, а улитка, она ближе к червячку. Ей вообще не нужен простор. Ей только мебель, занавесочки и украшательства. То есть листочки, коряги, почва, иногда чуть-чуть камешки, кусочки коры, понимаете, она живет в тесноте. Она залезает в почву. Вот. Если объем террариума не заполнен ничем, это скорее для птицы. Вот птица воздух использует, она там летает. Или бабочка. Сейчас еще бабочек разводят. Для улитки это мертвый объем. Это не тот объем, который она может считать своим. Если мы этот объем заполняем правильным грунтом, правильной листвой, то объем мы тем самым увеличиваем. Ее полезный объем. Полезный объем. Рабочий объем, которым она может пользоваться. Вот. Если там, допустим, какое-то растение высажено и у него плотные листья, по которым она может поползать, да, или ветви, побеги, то это как бы этажи. Или насыпано листва, дубовый листовой опад. Тоже поднимаешь, а там улиточка. Еще поднимаешь, там улиточка. То есть они на этих этажах располагаются, они там живут. И когда улитка бегает вот по этим ветвям, побегам, толстым листьям, если она маленькая, она может на листе спокойно бегать, она наматывает километраж, который ей так необходим для здоровья, для благополучного развития. Вот. Забирается в почву. Да, это сильнейшая нагрузка на мышцы. Это тоже необходимо. Иначе мышцы не развиваются, постепенно ослабевают. И здоровью улитки это наносит непоправимый ущерб. Я вот сейчас так выразилась прилично. Кирдык, короче, ей придет, если не будет она испытывать вот эти вот нагрузки. Она рассчитана на эти нагрузки. Понимаете? Мышцы ее устроены так же, как и мышцы человека. Хотя там немножко другое, но принцип тот же самый. В мышцах есть проводящие ткани, которые ведут все вещества, которые улитка съела, поглотила, да, с едой, там, мел она ест, еще что-то, еще что-то. Эти все вещества должны поступить к раковине через мышцу, через проводящую ткань. Там сосудики в мышцах располагаются. Вот. И только тогда раковина будет нормально развиваться. Если мышцы становятся постепенно никудышными, и сосуды в них тоже страдают, раковина не получит. Вот как бы вы не кормили, все равно. Ну, это бестолку, это все впустую. Как 4 минуты осталось? Ну, это маленькая флешка у меня. Но я потом еще досниму тогда. Скину с этой флешки, еще досниму. Господи, делов-то. Вот. И по веточкам она тоже ползает. Веточку улитка обхватывает вот так. То есть, если по коре и по пластиковому бортику своего террариума она ползет, распластавшись, то по веточке она ползет вот так, обхватив ее вот своим тельцем, своей ногой. Это тоже, это другая нагрузка на мышцы. То есть, разнообразие нагрузок, я думаю, что, ребята, вы прекрасно это понимаете, насколько оно нужно. Вы же занимаетесь физкультурой там всякой разной. Вот. В принципе, улитка-то так же устроена. Это тоже животное. Создатель ничего нового не придумал для улиток. Принцип тот же самый, как и у нас. Вот. То есть, она, значит, забурилась в глубину. Нагрузка. Вечером она вылезла. Нагрузка. Потом она залезла на ветку. Нагрузка. Побегала-побегала. Нагрузка. Спустилась, поела. И вся эта еда благополучно разносится по всему организму. Тем более, что во время нагрузок физических еще и дыхание усиливается. И с кислородом пища, ну там, короче, все эти окислительные процессы, пищеварение, все дела. Для этого очень, для обмена веществ очень важно поступление кислорода. Но это азбучная истина. Это все знают. По аналогии с человеком. И любое животное так же. Посмотрите на тигра в зоопарке. Как он ходит по клетке целый день. Потому что он наматывает километраж. Вот. Но ему не надо в почву залезать. Ему достаточно по поверхности ходить. Или запрыгнуть на какое-то дерево там. Ну, такая типа поваленное дерево. Вот. А, нет, тигры не запрыгивают. Я с пантерой перепутала. Бывает. вот. Задумалась, да. Я уже давно не была в зоопарке. Вот. А, на самом деле улитке недостаточно по поверхности бегать. Ей обязательно надо залезть в почву и залезть на веточку. Вот это будет ее полезный объем. А то, что вот это пустое пространство это для птицы. Да, улитка мечтает стать птицей, но, извините, только в мультфильме. То есть, как персонаж мультфильма, да. А в жизни ей надо в почву залезать. Вот это будет ее объем. Но, если мы почву сделали, почва-грунт, там, субстрат, да, сделали неудачный, и улитка туда не залезает, либо залезает, но он слишком рыхлый, и она не испытывает сопротивления, и нет нагрузки на мышцы. Вот. Тогда этот объем занятый грунтом тоже не работает. Он не на плюс идет, а как бы на минус. Мы, насыпав этот грунт, забрали у нее лишний объем. Вот. То есть, все это пространство сверху донизу должно быть чем-то заполнено. Тогда это рабочий объем. И да, я это повторила уже в пятый раз, но иногда надо и повторить, наверное. Потому что я очень много вижу пустых террариумов. А зачем? Зачем этот объем? просто ради воздуха, которым она дышит? Ну, может быть, да. Чем больше кубатура, тем дольше там сохраняется кислород, и можно дольше не проветривать, или не устраивать сильную вентиляцию. Наверное. Но только из-за этого. Только ради этого устраивать такой объем, и не заполнять его. Это значит, улитку как бы обкрадывать. Вот. Ну все, сейчас я по второму разу зайду, и будет часть вторая. Окей. Значит, продолжаем разговор. Ой, что-то пока перекидывала с флешки этот файл. Как-то весь настрой прошел на рассказ. Ну, тут как бы немножко осталось досказать. Наверное. Нет, ну, эта тема неисчерпаемая, конечно. Здесь можно с разных сторон рассматривать это все. Вот. Но давайте я скажу вот то, чего нельзя не сказать, и на этом закончу. В другой раз можно вернуться к этой теме. Просто хотелось бы, конечно, знать, а все-таки сколько же надо, какая площадь должна быть, да, и какая форма террариума. вот. И я не знаю, конечно, потому что нет авторитетного источника, из которого можно было бы это почерпнуть. А самостоятельно проводить исследования, то есть ставить много-много террариумов разного объема, разной площади, разной высоты, смотреть на то, как живут улитки, какова будет их продолжительность жизни в том или ином террариуме, какова будет их плодовитость, их активность, проверять, вот на какой площади и на каком объеме они себя будут хорошо чувствовать. Это многолетние исследования нужны. Я уверена, что где-то они проводились, наверняка, и думаю, что, может быть, где-то существуют эти материалы. Ну, чисто теоретически. Допустим, какие-нибудь немецкие зоопарки, да, в Германии очень хорошие зоопарки. допустим, содержат улиток, но я предполагаю, что они там должны быть. И, допустим, их исследования, их материалы где-то опубликованы. Тогда их надо просто найти. Вот. Ну, может быть, это недоступно на самом деле, может быть, это какая-то, ну, может быть, это у них для внутреннего пользования где-то издано, да, есть такие непубликуемые документы. Вот. А может быть, это и публиковано в, для широкого доступа. Поехать, допустим, в РНБ, да, в Российскую национальную библиотеку, посидеть там денек в читальном зале, порыться, какие-то журналы полистать и найти. Вот просто, да, как содержат улиток, начиная от того, какой объем террариума и сколько оптимально улиток вместе содержать, какое количество улиток, на какую площадь. То есть, просто, ну, банально, цифра, высадка, да, высадка улиток, сколько штук на квадратный метр и какая высота. Ну, честно говоря, я включила такую ленивицу, думаю, ну, может быть, кто-то поделится этой информацией, смотрит мои видео, скажет, вот тебе ссылка на авторитетный источник, посмотри там. Никто не делится. Я уже думаю, может быть, кто-то из любопытных ребят сам смотается в библиотеку и как бы, ну, некогда мне этим... Нет, ну, можно, конечно, день потратить, но мне просто кажется, что я ничего не найду, что это утопия, ехать что-то искать. Не знаю, честно говоря. И я на это забила, просто сажаю улиток как получится, то есть там вылупляются мальки, они растут, 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 я вижу, что им тесно, я их начинаю рассаживать. А как я вижу, что тесно? Ну, когда двум улиткам не разойтись. То есть, до этого они, допустим, мило шептались, мило беседовали, там как-то все это было интересно, а потом я вижу, что им стало тесно. Я беру и рассаживаю, беру и рассаживаю. Вот таким образом регулируется плотность у меня. непредсказуема и безответственна. Вот. Нормы высадки я не знаю. Даже если бы у меня была возможность поехать, допустим, в места их природного обитания, произвести измерения, произвести подсчет, сколько штук на квадратном метре селится. Это ни о чем, на самом деле. Потому что где-то плотность их выше, там, где кормовая база лучше, да, где-то меньше. Вот. Надо смотреть именно, как они живут в домашних условиях. И просто опытным путем выяснять. Ну, пока неплохо живут, вроде бы. Развиваются нормально. Может быть, если кто-то ставит задачи и вырастить огромную улитку, может быть, нужен простор. Я не знаю. Мне представляется, что большие улитки, они страдают от своего большого объема, потому что масса тела давит на органы. И вообще они менее поворотливы, эти большие улитки. Честно говоря, я просто не люблю громадин. Мне нравятся малявки. Я сама маленькая, мне нравятся малявочки. Вот. Но главное, что они красивые и очень активные. Мне нравится их грация. Ну, да, зачем мне, чтобы они большие росли? Ну, собственно, я сейчас пытаюсь сказать, что непонятно, чем обусловлены должны быть эти нормы объема. На что ориентироваться? На то, чтобы улитка большая росла или на то, чтобы она себя хорошо чувствовала? Смотря, для чего вы ее держите. Сейчас модно растить больших улиток, но, может быть, и нужны вот эти просторные большие объемы, если именно так ставить задачу. Просто меня это совершенно никак не интересует. Поэтому в данном случае я не могу быть таким справочником по объему. Да. Сняла видео про объем и в конце сказала, что я не знаю, какой должен быть объем. Друзья мои, и не только друзья, я изложила здесь свой подход к вопросу. На этом точка. Всем пока! про объем. Редактор субтитров